Издательство Бомбора. Океан книг. Сергей Ефременко. Милосердие смерти. Истории о тех, кто держит руку на нашем пульсе. Читает Андрей Крупник. Воскресенье в воскресенье. Какого черта его понесло на ЛЭП-500? То ли белочка, она же белая горячка, она же делириум трэмманс, она же алкогольный делирий. То ли весеннее обострение тоски и депрессии. Это теперь известно лишь ему самому да Господу Богу. Нам же, глядя на его полностью обгоревшее тело, со слов жены и бригады скорой помощи было известно, что этот здоровенный бугай под два метра ростом и весом килограммов эдак сто двадцать, вечерком, как обычно, поколотив жену и погоняв соседей по бараку, внезапно изменил свой ежевечерний распорядок развлечений. Яростно крича и истошно матерясь, он внезапно понесся в сторону линии электропередачи высокого напряжения, мгновенно взлетел на одну из опор и кинулся на провода. Со слов очевидцев, горел он синим, неестественным пламенем, продолжая поносить отборным матом собравшихся зевак. Снимали его долго. Вначале пришлось обесточить линию, затем электрики совместно с пожарниками спустили обгорельца с опоры, и только спустя три часа после горения он был доставлен к нам в госпиталь. Зрелище было страшным даже для нас, видавших, и не такое. Зрелище, обугленное, покрытое черным струпом тело, было похоже на картинки инопланетян, хранящихся на одной из баз ВВС США. Запах гари и жареного мяса, агональное дыхание и истошный вой супруги обгоревшего порождали чувство абсолютной безысходности и неотвратимости смерти. Мы начали осторожно перекладывать пострадавшего на операционный стол в реанимационном зале. Ожоговый струп трескался под нашими ладонями при каждом прикосновении к телу обожженного. Перчатки в те времена были страшным дефицитом. Обнажившиеся мышцы были коричнево-красными, но кровотечения не было. Кровь просто запеклась в сосудах. Мы все же успели перевести бедолагу на искусственную вентиляцию легких, закатетеризировать центральную вену и начать противошоковую терапию. Он умер через 30 минут после поступления. Звали его Вася Беркутов и было ему отроду всего 42 годочка. Параллельно в операционную поступил молодой практикант-пТУшник из трамвайного депо. По неосторожности получил в лоб не сильный удар бревном. Парень был в сознании, без неврологических расстройств, но при этом имел линейный перелом лобной кости справа. Рану на лбу обработали, и парня из операционной перевели в реанимацию под наблюдение, опасаясь проявления различных осложнений, будь то внутричерепные гематомы или судорожный припадок. Короче, как говаривали отцы учителя, лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более травма у молодого пацана еще и производственная. Звали мальца Петр Соколов, и было ему 16 лет. Остаток ночи прошел в пустых хлопотах. Одно ножевое ранение в область живота, но не проникающее, один повешенный, но без витальных нарушений. Но все это требовало времени и внимания, так что к восьми утра в воскресенье наша бригада была вымотана до нельза. Нас меняли легендарные герои-анестезиологи-реаниматологи Витя Шмидт и Вова Рваев. Витя – маленький, плюгавенький, похожий на иудушку Головлева, с приплюснутым черепом и жиденькими волосиками, в очках на минус пять и вечно висячей соплей из одной, именно из одной ноздри. 35 лет от роду, всегда неряшливо одетый и непременно в шерстяных вязаных носках во все сезоны. Был он выпускником Одесского медицинского института и всегда любил повторять «Пацаны, когда вы еще садились первый раз за студенческую скамью, я уже отвозил своих первых пациентов на старое еврейское кладбище». Как он был неопрятен внешне, так же он был неопрятен и небрежен профессионально. Но зато постоянно на одесских понтах. Звали его все просто Кузя. Вова Рваев – выпускник Семипалатинского медицинского института. Лет сорока, видно, был сильно опален последствиями испытаний на близлежащем ядерном полигоне. Он всем походил на героя русских народных сказок – Иванушку-дурачка. Выходец из народа, интеллигент в первом поколении, он был смешон и постоянно попадал в дурацкие ситуации из-за своего желания казаться грамотным, начитанным и высокообразованным. Вова таскал с собой портфель с книгами по философии, математике, астрономии, так же учебник грузинского языка. Нафиг это нужно анестезиологу-реаниматологу? Однажды, подобрав ключик к его портфелю, мы выложили эти занятные книженцы и положили вместо них два кирпича. Вова мужественно таскал этот груз недели две. И я, однажды придя утром на работу, застал его в ординаторской, стоящего посередине и держащего по кирпичу в каждой руке с явным намерением дать мне по башке этими красными кубиками. «Вова», – закричал я, – «ты делаешь сразу две ошибки». Я выскочил из ординаторской, захлопнув за собой дверь, удерживая там разъяренного Рваева. «Вова, ошибка первая. Ты убиваешь абсолютно невинного», – продолжал орать я. «Вова, ошибка вторая. Тебе дадут срок, и ты не сможешь вегетарианствовать на зоне, а также читать своих любимых авторов. Вова, одумайся!» Естественно, ни Вова, ни Кузя не испытывали ко мне симпатий. Но и между ними были не очень теплые отношения. Вова – единственный из врачей нашего отделения, кто запирал свой ящик в столе, храня там всякую дрянь и, конечно же, предметы гигиены. А на гигиене Вова был очень помешан. Пил только из своей кружки, больничную пайку ел только из своей посуды. Витя же, наш одесский раздолбай, никогда не носил с собой ни зубную пасту, ни мыло, а потом перестал носить и зубную щетку. Брезгливым человеком Витя не был, поэтому просто подобрал ключик к Вовиному ящичку и стал пользоваться и его зубной пастой, и его зубной щеткой.